Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует Галина Конышева. На моем канале, те, кто, постоянные мои зрители, вы знаете, что у меня несколько различных тем, по которым я веду расследование. Многие темы начаты несколько лет назад. Это не значит, что они завершены по мере поступления материала или моего осмысления, потому что он тоже, что называется, должен отстояться, он должен осмыслиться. Конечно, я не люблю спешить в этих вопросах. Мне хочется вам давать настоящую препарированную информацию, за которую я несу ответственность. То есть я отвечаю за свои слова и отвечаю за свои находки. Уж если я, скажем так, на чем-то настаиваю, значит у меня есть на это основание. То есть я провела большую-большую подготовительную работу. А те, кто впервые на канале, конечно, они приходят и смотрят разные другие видео. У них другое есть мнение или, скажем так, другая информация, которая не стыкуется с моей информацией. Они начинают спорить. Вы не спорьте, вы, так сказать, посмотрите сначала, а потом сравнивайте. Сначала посмотрите, не спешите сразу писать комментарии, потому что иногда вы просто не правы. Мне приходится тратить время и дублировать одни и те же мысли. Так вот, в данном видео мы продолжаем расследование по теме трагедии 3 июня 1943 года. Убийство на Каменном мосту детей высокопоставленных советских чиновников. Это Володя Шахурина, сын наркома авиации, и Нины Уманской, дочери американского посла. Расследование было завершено и было сказано, вел его Шейнин, Лев Шейнин, это писатель, это человек, который присутствовал на Нюрнбернском процессе. И по совместительству он является родственником, родственником матери Нины Уманской. То есть у Нины Уманской мама по фамилии Шейнина. Он то ли двоюродный брат, то ли дядя, короче говоря, он близкий родственник. И тем не менее, тем не менее, следствие было закрыто на том, что Володя Шахурин из-за любви, из-за непонятой любви, то, что он не хотел отпускать Нину в Америку, должны были улететь на следующий день, 4 июня. И он застрелил Нину Уманскую, а потом застрелился сам. То есть это как бы убийство и самоубийство. Все ссылки на предыдущие расследования, а я ввела буквальный эксперимент, провела на том самом каменном мосту, на той самой лестнице, где это все произошло. И пришли к выводу, что должен был быть убийца. Смотрите это видео, ссылка будет дана в описании. А я продолжаю по многим просьбам. И в этом видео будет у нас допрос матери Володи Шахурина, Софьи Мироновны Лурье Шахуриной. Это будет с моими комментариями. Книга автора Ирины Волковой, доцент Высшей школы экономики. Но, тем не менее, очень тщательно подобрана книга. И здесь написано, по крайней мере, так она говорит, о том, что это материалы именно допроса. Итак, прокуратуру Союза СССР от Софьи Мироновны Шахуриной. 3.06.1943 произошла ужасная катастрофа. Убитая Нина Уманская и мой сын Володя Шахурин. 14 лет 8 месяцев. То есть, мама Володи Шахурина однозначно пишет, что они убиты. Прошу любой ценой найти убийцу, так как пущенную кем-то версию о том, что Володя застрелил Нину, а потом себя, категорически отвергаю по следующим доказательствам. Опять-таки, смотрите, в одном этом абзаце она утверждает, что это убийство, а далее, что была пущена кем-то версия. В толпе, в толпе, которые стояли вокруг убитых детей. Кто-то пустил эту версию. Поэтому я согласна, кстати, с Шахуриной, что именно кто-то пустил, пустил тот, кто участвовал в организации этого убийства. Надо было собрать толпу и пустить этот слух именно в толпе. Значит, это было организовано. Как вот предполагают, что это мог быть Вану Микоян, предполагает автор книги, по которому снят сериал «Каменный мост». Но здесь именно организовано. Даже если это убил Вану Микоян, то убивал он не один, а в составе группы лиц. Может быть, это было его, скажем так, задание для того, чтобы он прошел какую-то ступень посвящения в некую организацию. Такие предположения тоже высказываются, и они тоже имеют место быть. Ну вот, продолжаю. В связи с перенесенной Володей третий раз дифтерией и заиканием, Володя был освобожден школой от испытаний, но ему было предложено индивидуально сдать ряд предметов педагогам. Занимался он честно, много прилагался усилий сделать то, что ему надо. С этой целью он сам договаривался с педагогами о консультациях и занимался у себя дома с лучшими по знаниям ребятами и сдавал предмет за предметом. Настроение за последние месяцы после болезни дифтерии и все последние дни, что можно точно установить за период от воскресенья 23 мая 1943 года по последней минуты ухода 3-6-43 в свою последнюю прогулку было исключительно спокойное и хорошее. Первое. В воскресенье 23 мая 1943 года, днем часов 12, я, муж Володя, наша домработница Дуся Солодовникова и Рошель Анатольевна Рейзин поехали на несколько часов к нам на дачу. У Володи было очень хорошее настроение. Все время почти он сидел с нами и велись всякие перспективные разговоры о летнем периоде. В частности, я сказала Рошель Анатольевне Рейзин, что мы решили, что Володя обязательно должен поехать со школой для работы в совхоз и советовала ей также поступить с ее дочерью Таней. Тут же я обратилась с вопросом к Володе, а как ребята? Тёма Хмельницкий, Ивану Микоян и другие тоже поедут? Володя мне ответил, что он не знает, я его просила у них узнать, и что приятнее будет, если они все вместе поедут. Затем я сказала, что боюсь, что до совхоза Володе будет скучно одному на даче и спрашивала у него, кого Володя из ребят пригласит к нам жить на дачу, на что он при всех ответил, зря, мама, ты так думаешь, что мне будет этим летом скучно. У меня здесь мотоцикл, велосипед с мотором, машина. Я в любой момент могу приехать к Вану и другим ребятам. Если у меня будет кто-нибудь жить, это только меня будет связывать. С дачи мы поехали обедать к Рейзен, и Володя с нами пообедал, как всегда шутил, а потом я сама предложила ему пойти погулять, и он ушёл. Второе. В понедельник, 24 мая, в качестве бригадира поступила к выполнению задания Краснопресненского РК ВКПБ. Сказала об этом Володе, что я буду занята, и чтобы он не ослаблял своих занятий, следил бы сам. Володя занимался много настроений, ровное, спокойное, хорошее. Каждый раз при моём приходе бросал свои дела и рассказывал, что он делал и как. Кроме занятий для школы два раза в неделю, во вторник и пятницу занимался с педагогом. Валерия Владимировна Листовой. Занимался на пианино, сам играл ежедневно. Третье. В эти дни и другие он очень беспокоился о скорейшем ремонте своего велосипеда с мотором, который он и Вано отвезли к нам в гараж, всё время звонил к Вано и просил его скорее закончить. Четвёртое. Буквально был счастлив в перспективе получения мотоцикла и его летним использованием. Эта радость в нём не удерживалась, и всем он об этом говорил. Может быть, очень много свидетелей. Узнав, что приехал его товарищ Юра Коренблюм, что он болен, поехал к нему навестить и рассказывал, что он счастлив, что он влюблён в Нину, что дома знают, разрешают ему туда ходить и что она уезжает в Мексику, но будет ему писать. Говорил, чтобы Юра скорее выздоравливал, они будут вместе весело проводить время, а зимой учиться в одном классе. Обещал в пятницу 4 июня к нему прийти. Всё это можно проверить у Юры Коренблюм. Пятое. В субботу 29 мая я пришла домой после обследования вместе с членом бригады, инженером Пригожиным. Позвала Володю, познакомила их и спросила, кто мне звонил. В 12 часов дня к Володе пришла учительница музыки Валерия Владимировна Листова, и он занимался. Потом пришёл Вано. Мать товарища Шахурина должна была от нас уехать за город, и Володя просил у меня разрешения вместе с Вано поехать её проводить. Я разрешила, если будет место, но Вано не захотел, и ребята не поехали. Вано не захотел, и ребята не поехали провожать бабушку Володи Шахурина. Хотя Володя сам хотела её проводить. Часа в 4 ко мне пришла Рита Эммануиловна Коренблюм. Мы с ней поговорили. Потом я, она, Володя и Вано сели обедать. За обедом Рита Эммануиловна поздравила меня с прошедшим днём рождения и сказала, что сегодня её день рождения. Тогда я взяла две рюмки и вино налила ей и себе. Володя сказал, мама, что же нам, мы теперь тоже должны поздравить? Я ему ответила, ты что же, Володенька, думаешь, если с 30-го, мой день рождения, вам дали вино, так это войдёт в систему? Нет, детки, этого не будет. И ничего им не дала. Тогда Володя обратился к Рите Эммануиловне и, как он сказал, разрешите вас поздравить в сухую. За столом шутили. Рита Эммануиловна спрашивала у Володи, когда он пойдёт к Юре, и Володя обещал пойти. 14-е, в среду, 2-го июня, я вечером была у Рошель Анатольевны Рейзин. Мы с ней звонили артистам, приглашали их выступить на школьном концерте в субботу, 5-го июня. Я хочу дополнить, что вот по моим расследованиям, исследованиям, те самые артисты и лично Софья Мироновна была знакома Соломоном Михоэлсом. Тот самый Соломон Михоэлс, которого потом убили в Белоруссии. Ну, якобы он попал под машину, но либералы и, скажем так, и сионисты, и троцкисты, они сказали, что он был убит по личному указанию Сталина. И убивал, еще там дальше участвовал Абакумов по его указанию, распоряжению, и там все это подготовил Санава на даче якобы Санавы в Белоруссии, под Минском. Так это или не так, мы потом еще будем разбираться. У нас тоже тема расследования по Михаилсу на канале есть. Я спросила, что ты сейчас делаешь? Он мне ответил, в данный конкретный момент ничего не делаю, один дома с Дусей. Я предложила Володе зайти за мной к Рейзин. И что до сна мы вместе погуляем. Володя изъявил свое согласие, пришел вскоре к Рейзин вместе с Вану, который шел к нему, и он его встретил. За столом у Рейзин я сказала Володе, что мы здесь обсуждали вопрос о совместной поездке с Халтуба, так как это очень важно для него в отношении заикания. Володенька весь просиял и говорит, вот это замечательно, в солнечной Грузии я еще не был. Расспрашивал, когда и как мы будем туда добираться. Ну вот опять-таки мы видим, что постоянно здесь мелькает Вану. Но Володя, он как бы под его, получается, руководством находится. Вот Вану не захотел поехать бабушку провожать, и Володя не поехал. Еще куда-то Вану не захотел, и Володя не поехал. То есть Володя в подчинении у Вану такое впечатление, что Вану им руководит. Но Вану и официально назван шефом организации Четвертый Рейх. Якобы он ни при чем, но он вообще-то шеф. То есть шеф, но он ни при чем. Тем не менее, это все вошло в материалы дела. И почему эта антилогика никого не напрягла с тех пор? Я понимаю, что тогда, может быть, дело надо было закрыть. И Шейнин очень боялся всего. И в его записках, ну даже не в его записках, а есть информация о том, что его спрашивали, чтобы он написал это все. Василий Льванов, артист Василий Льванов с ним встречался. И он ему сказал, вы что, с ума сошли, Васенька? То есть Шейнин очень много знает, но вот это дело таким образом было закрыто. Продолжаем. Я предложила Володе зайти за мной к Рейзен, даст нам вместе погуляем. Тут же за столом Рейзен, он меня спрашивает, мама, операцию мне будут делать, удалять гланды? Я говорю, да. Тогда Володя говорит, мама, знаешь что, вот идея, пускай мне делают операцию сейчас же, так как мотоцикл ставят на две недели в краску. Я за это время поправлюсь. А то операция с халтоба, краска мотоцикла, мне и пользоваться-то им летом не придется. Я ему сказала, что мы все обсудим, и мы все вместе с семьей Рейзен пошли гулять. И вот теперь интересная информация, которая меня, в общем-то, заставила призадуматься. Они гуляют. Вот смотрите, прошли по улице Горького. Это Тверская. Марк Осипович Рейзен шел и разговаривал с детьми, а мы, я, Рошель Анатольевна и племянник Рейзен шли впереди. На улице Горького возле Охотного мальчики подошли к стоявшему поблизости мотоциклу и разглядывали его. Затем мы прошли через Красную площадь и подошли к Каменному мосту и направились снизом. А мальчики пошли по мосту и сказали, что спустятся по лестнице. Но через Красную площадь, если они пройдут, то там будет не Каменный мост, Большой Каменный мост, а Москворецкий мост. Она пишет Каменный. Направились снизом. Опять-таки, каким низом? А мальчики прошли по мосту и сказали, что спустятся по лестнице. Они спустились по лестнице напротив дома правительства. И встретились мы в туннеле. И вот что это за туннель? Там нет никакого туннеля. Никакой информации ни о каком туннеле. Прошли дальше и проводили воно и пошли все остальные домой. Весь оставшийся путь активно обсуждали поездку с Халтуба. Дома с Володей пили чай. Он был прекрасно настроен и, попрощавшись, пошел спать. Значит, вот эту информацию по поводу того, как они шли и их маршрут, надо будет сделать отдельный ролик и, скажем так, буквально пройтись по этому маршруту. И мы это с вами сделаем. Я продолжаю. 15-го. 15-е. Утром 3-го июня Володя принимал ванну, занимался с Нелли березиной геометрией и пошел в школу. Сдавать геометрию. Я вместе с Рейзин пришла днем в школу по делам родительского комитета. Педагог математики Юлий Осипович Гурвиц увидя нас, сказал, что Володя сегодня прекрасно отвечал и я ему сказал, что надо было отвечать так весь год. Володя пришел из школы и попросил Дусю дать ему быстро покушать, так как внизу его ожидал Леня Редденс, Серго Ивано Микоян, и что они должны поехать в наркомат смотреть мотоцикл. И вот этот вот Юлий Осипович Гурвиц в сериале показано, что якобы на уроке Володя на него наставлял пистолет и угрожал ему пистолетом. На уроке или после уроков. Но это ложь. Вот мы понимаем, здесь в деле этого нет вообще ни грамма, ничего. И Володя по описаниям, он абсолютно воспитанный мальчик. И действительно целеустремленный, когда у него есть какая-то задача, он может быть очень целеустремленным и выполняет сверхзадачи. Он выполняет даже больше, достигает больших успехов, чем его сверстники. А на длительные нагрузки ему не нравится, ему становится скучно. Как я уже поняла из вот этих всех докладов. Ну, из докладов, скажем так, людей, которые, по крайней мере, к нему относились ровно или хорошо. Я не беру Вану Микояна, который, по всей видимости, его ненавидел. Потому что он о нем очень плохо говорил. И впоследствии в своей жизни, в том числе. Непонятно только, зачем он к нему шастал каждый день, этот Вану Микоян, если он так ненавидел Володю Шахурина. Он мазохист такой был? Или у него было партийное задание? Партийное в кавычках, естественно. И так, и что они должны поехать наркомат, смотреть мотоцикл? Потом Володя позвал их всех домой и заводил пластинки, радиолы. Дуси уходила за обедом, пришла минут через 20-30. Ребята сидели в кабинете. Володя зашел к Дуси и попросил дать то, что надо отнести в больницу кремлевскую дяди. Вот об этом у нас уже в фильмах было в расследовании. И мы зачитывали, я зачитывала вам допрос именно дяди, как он к нему пришел. Это было незадолго до убийства. Сам завернул в бумагу спички и сырок, и они все ушли. Дуси предложила ему съесть пирожные от обеда, а Володя отказался и сказал, лучше вечером с чаем. Он всегда съедал пирожные с чаем перед сном. Все это написано с момента прихода из школы Володи до его ухода с ребятами из дома из рассказа Дуси. «Приблизительно в 6.30 вечера я из школы пришла домой. Тут же пришел Володя из больницы от моего брата Иона Мироновича Лурье. В очень хорошем настроении он передал мне и Дуси привет от дяди, сказал, что дядя хорошо себя чувствует, в субботу выписывается и поедет с нами на дачу. Принес от брата почитать книгу «Келлерман». Вот та самая книга, которую Володя обещал ему быстро вернуть, потому что она библиотечная. «Мы сели с ним вдвоем в кухне обедать. Присутствовали Дуся и жена брата, товарища Шахурина Маруся». Вот видите, еще интересная семья у Шахурина, ну, у отца. И родители еще живы, и жена брата, и брат. Вот они все вместе общаются, в интернете нет никакой информации. «Володя попросил меня пришить ему к рукаву пиджака третью пуговицу, так как она у него была оторвана. Я спросила, где она у тебя? Володя сказал, что все время в кармане носил и потерял. Я ему ответила, надо было самому взять иголку и пришить. А теперь будешь ходить пока так, так как пуговицы у меня таких нет». За обедом я сказала Володя, что мне сказал педагог по математике, как хорошо он сдал геометрию, и как мне было приятно. Потом спросила у него, почему ты не сдавал алгебру? Володя мне ответил, у меня все готово, но Юлий Осипович меня не спросил. Завтра с ним договорюсь и сдам. Потом я Володе сказала, «По конструкции две отметки, отличные и плохо. Значит, в эти стат войдет оценка посредственно. Тебе надо пересдать этот предмет. Я принесла тебе программные вопросы по конституции». Видите, они конституцию изучали тридцать шестого года в школе. Это еще седьмой класс. «После обеда сядь, перепиши их, так как их надо отдать в школу». Володя посмотрел вопросы, сказал, что все он это знает и сделает. И после обеда сел в кабинете переписывать вопросы. Позвонил Ванну, видимо, от вахтера, так как тут же скоро он вошел. Так, опять. Вот давайте отслеживать его действия Ванну. Позвонил от вахтера, так как вскоре он зашел. Значит, он уже был там рядом. Когда я услышала разговор у Володи по телефону, что к нам идет Ванну, я сказала ему, «Не надо сейчас приходить Ванну, ты должен переписать вопросы». Володя мне ответил, «Мама, я перепишу позднее вечером. А что, не успею, ведь я рано просыпаюсь, перепишу утром». Ванну вошел, поздоровался со мной. Я прошла к себе в комнату и звонила по телефону. Вошел Володя. Ванну стоял в дверях комнаты. Володя обратился ко мне, «Мама, можно мы пойдем немного погуляем?» Я им сказала, «Можно, только ребята не поздно, не больше получаса». Володя сказал, «Хорошо, но мы пошли». И они ушли. Я просила Дусю собирать вещи на дачу. Она пошла к Володе в комнату, начала складывать его вещи. А я в связи с тем, что ожидала в 9 часов вечера прихода Натальи Георгиевны Ушковой с концертмейстером, чтобы прослушать ее песенки, отобрать, что ей петь на школьном вечере 5 июня в субботу, а также прихода Рейзин и Зои Вениаминовны Климовицкой стала накрывать на стол к чаю. Приблизительно минут через 50-60 раздался звонок. Видимо, сестры Уманской она сказала, «Большое несчастье. Немедленно к нам. С детьми несчастье. У нас милиция». И вот отслеживаем. Ванну пасет Володю. Он уже в доме. Он звонит и проверяет, дома ли он. Он проверяет от вахтера, потому что тут же заходит. А ванну надо было прийти, дойти до Романовского переулка из Кремля, через Александровский сад. То есть он мог позвонить и из дома, спросить Володю, договориться с ним. Нет, он его пасет. Ему надо было выманить Володю из квартиры. Мое мнение. Анимев от ужаса, здесь была Дуся, и я позвонила товарищу Бусалову Климовицкой, скорее карету и врача, и с врачом на машине поехала к Уманским. Володю не застали. Он был уже в карете, отвезен в больницу, куда я приехала с приехавшим товарищем Бусаловым. То, что пропущено при этих показаниях. 1.31 мая на даче, когда уехала Володя и Нина, Рошель Анатольевна Рейзин мне сказала, умереть можно от таких детей. Таня мне под большим секретом сказала, что в воскресенье, когда они четверо гуляли, Володя и Иванов очень оба очень хорошо относятся к Нине, они между собой говорили, пистолеты готовы, будем драться и за Нины. С Володей я об этом не говорила, только как шутку себе представила. Так, интересно. Второе. Несколько месяцев тому назад я была больна, лежала. Володя зашел ко мне с револьвером и сказал, мама, посмотри, какой у Ванной револьвер. Я крикнула Ванну, войди сюда. Он вошел, и я ему сказала, чтобы больше я в жизни не видела тебя с оружием, и чтобы ты не смел ко мне в дом приходить с ним. Ванну мне сказал, что больше этого не будет. Вот из всего и дальше, из всей этой книги я поняла, что Софья Мироновна, она подозревает Ванну, и вообще он ей, так сказать, не очень сильно нравится. И это чувствуется, что он ее как бы раздражал, потому что вот слишком много его, этого Ванну, и слишком много он влиял на Володины решения. Третье. На заседании родительского комитета в школе Леонова мне сказала, что вызвала Раису Михайловну Илюшину, так как у ее Володи, ученика восьмого класса, отобрали револьвер и показала его мне. Когда пришла Илюшина, здесь были же Ашхен, Лазаревна и другие, я сказала, примите немедленные меры, отберите у своих детей оружие, что не только оно есть у Володи Илюшина, что Ванну к нам приходил с револьвером, что я запретила с ним ходить. То есть мать очень обеспокоена. Мать Володи, я имею в виду, и она принимает меры. Она не сидит молча, не молчит, она идет в школу и говорит об этом. То есть она бьет колокола. И что-то не принимаются никакие меры. Удивительно. Только ее во всем обвинили. В день моего рождения, 30 мая, Ванну приехал к нам на дачу с винтовкой. Моя сестра Анна Мироновна Клецкина и Раиса Михайловна Уманская зашли днем к Володе в комнату, где были ребята. В дверях Раиса Михайловна Уманская увидела, что Нина возится с винтовкой. Она ужасно испугалась и закричала. Ванну бросился к Нине и отобрал винтовку. Посмотрите, какой провокатор этот Ванну Микоен. Он подсовывает детям оружие. Четвертая. Во время учебного года Юра Кузнецов, ученик 8 класса, он был в учкоме, что-то плохо себя повел, и о нем написали статью в карикатуру в стенгазету. Он вырвал это из стенгазеты, и стояла вопрос о его исключении. Он зашел к Володе, я долго разговаривала с Юрой о его проступке в присутствии в Володе, и сказала ему, чтобы он немедленно все рассказал своему папе Александру Ивановичу Кузнецову, так как мама должна была на днях рожать, и чтобы папа пошел в школу. Юра дал мне слово, что исправится, и они ушли к Володе в комнату. Потом Володя вернулся и сказал мне, мама, Юра просит у меня мой кинжал, я боюсь ему давать, у него очень плохое настроение. Я попросила Володю принести мне его кинжал, и позвав Юру, ему сказал, Юра, ты просил у Володи его кинжал, но я не знала, что он тебе будет нужен, и сегодня обещала дать его здесь детям для спектакля, а завтра я тебе могу его дать. Юра ушел, и я немедленно позвонила товарищу Кузнецову на работу, все рассказал о школе, о просьбе и просьбе кинжала, и просил его чутко и спокойно поговорить с Юрой и сходить в школу. Товарищ Кузнецов при разговоре с Юрой нашел у него членский билет какого-то общества, организованного в школе ребятами, и что билет этот писал и выдал ему Вано Микоян, а не Володя Шахурин. Смотрите, билет писал и выдал ему Вано Микоян, шеф. Когда я начала спрашивать Володю, он мне сказал, что они группа ребят дали слово стоять друг за друга, если исключат из школы одного уйти всем. Я записала всех мальчиков, кого мне назвал Володя, и немедленно сообщила об этом школу. Список передала Бучневой и сказала Леоновой, чтобы они немедленно занялись выяснением, что это за общество. Володя мне сказал, что билеты действительно делает Вано, но что он еще не получал. И вот смотрите, когда мы это читаем, получается, что Володя выдал эту организацию матери, а там пошла в школу, он назвал всех членов, может быть, за это его убили, наказали. И Вано этот был главный, раздавал билеты. Не Володя, А Вано раздавал членские билеты, а в деле его отмазывают, якобы он никакого отношения к этой организации не имеет, он просто шеф, он просто мимо проходил, а он, оказывается, билеты выписывал. И, например, Володя этот билет еще не получил. Впервые в жизни в присутствии Володи я не поверила и все перерыла в его комнате, но никакого билета или подозрительной записки не нашла. В этот момент позвонил Вано Микоян и попросил Володю к телефону. Я подошла к нему и очень возбужденно и резко ему сказала, Вано, сейчас Володя ужасно попала, я его изругала, оставь его в покое, он в прошлом году с похвальной грамотой перешел в седьмой класс, сейчас он плохо учится, и потом, что это за общество там у вас организовалось, что за билеты ты делаешь и раздаешь ребятам? Вано мне сказал, Софья Мироновна, не волнуйтесь, это все ерунда, мы все уже бросили, то есть мать беспокоится, она уже ему запретила, она уже ему сказала, отстань от моего сына, прекрати, потому что она видит, что до этого учился хорошо, а в новой школе, подружившись с этим Вано Микояном, все у него поплыло, он перешел на тройки-двойки. Дома у нас никогда оружия не было, имевшееся у Алексея Ивановича оружие, хранилось и хранится в наркомате. Володя никогда не проявлял интереса к стрельбе. За три с половиной года жизни у нас в Солодовниковой Дусе может сказать, что им на даче никогда никто из нас не стрелял. Один раз Дементьев вместе с семьей и сыном Геннадием лет 9-10 приехали к нам на дачу и Геннадий привез с собой винтовку. Ребята, он и Володя стреляли, Гена убил птичку, а Володя никуда не попал, куда он целился и тогда выстрелил в фонарь. Когда они пришли и рассказали, мы смеялись над Володей, какой он стрелок. В итоге могу сказать, не только как горем убитая мать единственного горячо любимого сына, но и как член партии, что со всей своей ответственности все написала только правду со ссылкой на многих свидетелей чужих и родных мне людей. Володя много читал, исключительно самостоятельно изучал языки, был очень дисциплинированный и культурный мальчик, спыльчивым никогда не был. Ни один педагог, ни один знакомый, ни Дуся Солодовникова, никогда от него оскорблений, в смысле крика, вспыльчивости не слышал. Готовился и мечтал о дипломатической учебе, строил на лето до последней минуты свои планы и о них делился. О его чувстве ли или просто дружбе к Нине знали мы и родители папы. Они свободно звонили и ходили друг к другу. Володя видел и знал, что Нина к нему очень хорошо относится. Договорились, что она будет часто присылать телеграммы. Просил проводить их на аэродром. Уходя с Вану в тот роковой вечер, попросил, можно ли пойти погулять. Я же могла его не отпустить. И тогда весь план, предположим, если у него был, был бы разрушен. Он бы мог мне сказать, мама, мне надо пойти по такому-то делу, придумать это дело, чтобы уйти из дома. Он волновался, сдавая зачет по военной дисциплине, винтовку. Он просил меня, чтобы разрешить ему вперед сходить, послушать, как сдают и рассказывают ребята и за тем, чтобы сдать самому. То есть, мать говорит о том, что он никакой не стрелок, чтобы вот так точно попадать куда надо, убивать человека. Наконец, левая ручка его лежала в кармане брюк. Вот она говорит, ручка, ну, левая рука его лежала в кармане брюк. Это при его квалификации, тренировке в стрельбе. Нина и Володя убиты. Найдите убийц. Это очень важно для будущего других детей снять с его светлой памяти. Это ужасное дело. Софья Мироновна. 10 июня 1943 года. 10 июня. А вот на сегодня всё. Пишите свои комментарии, что вы думаете о том, что вы услышали это письмо матери, это объяснение матери, которое она писала. Ну, вот мне кажется, я слышу её горечь. И я слышу, как она подозревает воно. Здесь она этого не пишет. Она пишет чистую правду. Она, по всей видимости, интуитивно его и до этого подозревала. Она хотела оградить своего сына от воно. В конце концов, она ему сказала, прекрати, оставь моего сына в покое. Он стал плохо учиться, связавшись с тобой. Она это не проговорила, но это понятно. Он стал плохо учиться. А предыдущий год он закончил с похвальной грамотой в другой школе. Кстати, из формы допросов было ясно, что оказывается, оказывается, Володя не хотел учиться в этой школе. Он хотел уйти из этой школы. По какой причине? Возможно, он не мог сказать матери, по какой причине. Может быть, это связано с этой организацией, в которую его втянул этот самый воно. Мое мнение, что именно он здесь зачинщик всего. Он выполнял волю взрослых дядей, хотя здесь везде якобы никаких взрослых дядей. Короче говоря, это вот мое уже мнение, мои версии. Вы пишите в комментариях. Подписывайтесь на все мои каналы. Все ссылки на предыдущие работы по этому делу будут в описании под видео. А также подписывайтесь на мой телеграм-канал и отдельную группу прогулки по допотопной Москве тоже в телеграм-канале. Там будут расписания. Благодарю за внимание. Всех вам благ. С вами была Галина Конышева. До свидания.